Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. С каждым днем все больше стают популярными Bluetooth-устройства в виде гарнитуры, наушников и колонок. Их популярность обусловлена тем, что они избавляют пользователя от проводов, позволяя, к примеру, при разговоре перемещаться по квартире вдали от устройства связи. И если у вас возникли трудности при подключении одного из этих устройств, это видео будет вам полезным. Далее в видео я подробно покажу, как подключить Bluetooth колонку и наушники к компьютеру, ноутбуку и телефону, какие проблемы при этом могут возникнуть и как их решить. А начнем мы пожалуй с телефона. Именно телефоны стали первыми гаджетами с поддержкой Bluetooth. Если первые версии имели поддержку только ману сигнала, давая возможность лишь говорить по телефону, то современные модели представляют возможность использовать гарнитуру в качестве полноценных наушников, позволяя кроме телефонных разговоров прослушивать музыку. Все современные гаджеты имеют поддержку Bluetooth. Чтобы начать пользоваться наушниками, необходимо выполнить привязку девайсов между собой. На телефоне и планшете пройдите в настройки Bluetooth и включите его. Переведите наушники в режим поиска, зажав кнопку включения, пока не замаркает лампочка. Войдите в меню Bluetooth на телефоне, запустите поиск устройств, нажмите название наушников и дождитесь пока произойдет привязка. Введите пин-код, если система этого запросит. Узнать его можно в инструкции гарнитуре, обычно это 4 0. Схема одинакова на всех операционных системах. Теперь в целях экономии батареи можно отключить Bluetooth. При последующих включениях телефон автоматически распознает наушники и выполнит автоподключение. А теперь давайте разберем как подключить Bluetooth наушники к компьютеру или ноутбуку. Легче всего подключить беспроводные наушники к ноутбуку, так как все они оборудованы Bluetooth модулем. А чтобы подключить их к компьютеру придется приобрести специальный Bluetooth адаптер. Итак, если вы используете ноутбук, то просто включите Bluetooth модуль. Если у вас стационарный компьютер, подсоедините модуль к нему с помощью USB входа и проверьте его готовность к работе. Запустите диспетчер устройств правой кнопкой мыши по меню пуск и просто кликните по нему. В диспетчере соответствующие устройства должны отображаться корректно. Если отображается периферийное устройство Bluetooth, скачайте и установите драйвер к вашему ноутбуку с сайта его производителя. Внешний адаптер при подключении к компьютеру автоматически установит нужные драйвера. Переведите наушники в режим обнаружения, зажав кнопку включения на 10-15 секунд, пока не заморгает индикатор активности. В системном трее ПК найдите значок Bluetooth, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите добавление устройства Bluetooth. Добавление устройства Bluetooth Windows начнет сканирование наличия активных девайсов. Кликните по названию вашей гарнитуры и подтвердите привязку. Затем попробуйте прослушать аудиофайл, музыка должна звучать уже через наушники. В дальнейшем вам необходимо будет лишь включить наушники, чтобы начать слушать музыку через них. Привязку к компьютеру или ноутбуку делать нужно только в первый раз. Иногда при подключении наушников система может попросить ввести пин-код, если в инструкции к устройству такой код не указан, то по умолчанию нужно ввести четыре нуля. Ну и наконец давайте разберем как подключить беспроводную Bluetooth колонку. Тут все то же, что и с наушниками. Если вы используете ноутбук, вам достаточно активировать Bluetooth модуль. Если это стационарный ПК, подключите его. Далее открываем меню пуск и заходим в параметры. Переходим в раздел устройства и нажимаем на добавление Bluetooth или другого устройства. Дальше нужно включить колонку и перевести ее в режим подключения. Очень важный момент, нужно чтобы индикатор Bluetooth на колонке активно мигал. Только тогда другие устройства смогут ее обнаружить и подключиться. Как правило, для этого нужно нажать и удерживать некоторое время кнопку с иконкой Bluetooth или кнопку питания. После этого на компьютере выбираем Bluetooth. Начнется поиск доступных устройств. В списке должна появиться наша колонка. Далее жмем по ней. Иногда при подключении система может попросить ввести пин-код. Если в инструкции к устройству такой код не указан, то по умолчанию нужно ввести четыре нуля, после чего должно появиться окно, где будет написано, что наша беспроводная кодексическая система успешно подключена. Вот и все, жмем готово. После этого звук должен выводиться на подключенную Bluetooth колонку. Если подключены другие динамики, для воспроизведения звука на них просто выключите беспроводную колонку. Еще портативную колонку можно подключить ПК через специальный кабель, если конечно же в ней имеется аудио вход. Для подключения понадобится вот такой кабель типа миниджек 3.5 мм с обоих сторон. Обычно он идет в комплекте с колонкой. Один конец кабеля подключаем к колонке, а второй конец можно подключить в аудиовыход на ноутбуке или компьютере. Звук будет воспроизводиться через подключенную портативную колонку пока вы ее не отключите или пока не поменяйте устройство по умолчанию в настройках воспроизведения Windows. Ну и в завершении давайте разберем как подключить Bluetooth колонку к телефону. Это совсем несложно и процесс с почти идентичным к подключениям Bluetooth наушников. Для начала активируйте работу Bluetooth на обоих устройствах. Чтобы включить Bluetooth на большинстве колонок достаточно зажать кнопку включения или кнопку со значком Bluetooth примерно на 8-10 секунд. В результате начнет мигать световой диод, что будет означать включение необходимого режима. Как правило он работает в течение 30 секунд. Чтобы включить Bluetooth на телефоне зайдите в его меню и выберите в соответствующем пункте режим активации Bluetooth или же вы можете найти его опустив шторку. Затем осуществите поиск активных устройств. Не забывайте для уверенного приема сигнала расстояние между телефонами колонкой не должно составлять более 8-10 метров. После того как сформируется список Bluetooth устройств вокруг вас выберите свою колонку по соответствующему названию. После этого запустится процесс идентификации и телефон обнаружив Bluetooth колонку занесет их в свой список устройств и далее начнется процесс сопряжения устройства. После этого устройства будут готовы к совместимой работе. Телефон будет передавать звук по Bluetooth, когда колонка будет включена. Сопряжение будет установлено автоматически. И помните Bluetooth колонки и наушники не могут работать одновременно с несколькими устройствами. Для подключения девайса к другому устройству сперва нужно отключить их от уже подключенного в данный момент в настройках телефона или ПК. А на этом все. Надеюсь вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.